МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это специалисты управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям. Выявлено нарушение земельного законодательства, выразившееся в зарастании древесно-кустарниковой и сорной растительностью разного видового состава, в том числе и борщевик-сосновского. Также выявлено нарушение перекрытия плодородного слоя почвы, загрязнение порубочными остатками. Должностным лицом территориального управления были отобраны почвенные образцы и отправлены на исследование в ФГБУ Тверская межобластная ветеринарная лаборатория. По результатам лабораторных испытаний специалистами межобластной ветеринарной лаборатории получены исчерпывающие доказательства того, что на этом участке земли уничтожен плодородный слой почвы. Полностью уничтожен поверхностный горизонт. Этот горизонт является обиталищем как для растений, так и для почвенных животных. Уничтожен целый биоциноз, который восстанавливается в естественных условиях многие десятилетия. Самостоятельно такие горизонты восстанавливаются в ближайшее время. Что было обнаружено еще? Дополнительно участок был захламлен порубочными остатками. Порубочные остатки у нас являются по классификатору отходами производства. Соответственно, о чем нам это говорит? Мы теряем ценность земли. То есть даже если был плодородный слой, его любым хламом, мусором, отходами захламляют, поверхность его невозможно будет использовать. Тем самым мы теряем хозяйственную ценность этого участка. Точно так же мы обнаружили и факт наличия перекрытия поверхности почвы линейными объектами. Подобное нарушение, оно точно так же снижает хозяйственную ценность, не позволяя использовать эту землю по назначению. Размер причиненного ущерба составил, внимание, почти 93 миллиона рублей. И это на небольшом участке земли. Перекрытие плодородного слоя на данном земельном участке составило 0,3 гектара. Также на площади 0,6 гектара выявлено снятие и перемещение плодородного слоя почвы. И на площади 0,1 гектар это захламление порубочными остатками. Владелец участка вызван в управление Россельхознадзора для составления протокола. В любом случае ему придется отвечать за содеянное с природой. В отношении собственника земельного участка будет составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8 и 7 КОАПа Российской Федерации. Штраф, предусмотренный по этой статье от 20 до 50 тысяч для физических лиц. Также в отношении нарушителя, кто производил работы на данном земельном участке, будет составлен протокол по части 2 статьи 8 и 6 КОАПа РФ. И штраф для физических лиц от 3 до 5 тысяч с последующим направлением в суд и взысканием ущерба. Речь идет о тех самых 93 миллионах. Ты и причинил вред, и плюс ты должен это все компенсировать и материально, и восстановить. И за нарушения, которые ты допустил на земельном участке, нужно заплатить отдельный штраф. Напомним, ранее решением Заволжского районного суда города Твери исковые требования природоохранной прокуратуры удовлетворены. Собственнику земельного участка запрещена деятельность по засыпке отходами акватории Иванковского водохранилища. На него возложены обязанности по расчистке водного объекта, территории водоохранной зони и береговой полосе от незаконно размещенных отходов, возведенные с их помощью дамбы, а также по проведению работ по рекультивации сельскохозяйственных земель. Материалы проверки направлены прокуратурой в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры. К сожалению, довольно-таки много людей, они просто не знают, как они вредят нашей природе и не знают, насколько серьезны эти нарушения. Продолжение следует... Продолжение следует...